Здравствуйте, Максим. Вот ваше кресло. Моган абсолютно новое, абсолютно запечатанное. Кресень копал. Так, сразу же быстренько пробежимся по правилам эксплуатации кресла, рекомендациям. Первое самое важное правило. Взаимодействуем правильно с этим механизмом угла наклона спинки. Рычажок поднимается постоянно до конца вверх, не на четвертинку, не на половинку, а до упора. Подняли рычаг, потом надавили спиной на спинку. Когда спинка под нагрузкой от вашей спины, рычажок в этот момент мы не дергаем. То есть подняли, потом так надавили. Во время поднятия рычага никаких скрежетов металлических, нет, щелканий не должно быть. Первое. Второе. Это по уходу тканью за тканью, ну и по пориуретану, этим подлокотникам. Пориуретан боится пота. Есть прямой контакт с кожей, соль потихоньку разъедает пориуретан. Поэтому покупаем автохимию, автохимию. В вашем случае для тканевых салонов. Выглядит вот так. Аэрозоль, вот такой баллончик, там пенка. Раз в год, два раза в год, вот после жаркого периода, обливаете пенкой поверхность кресла и с помощью пылесоса все собираете. И этим же средством раз в месяц протираете подлокотник. Помним, с подлокотников мы убираем не пыль, а пот, который отрицательно влияет на поверхность. По уходу тканью подлокотника. Вот два основных правила, которые надо выполнять. Потому что все остальное, металлическая конструкция, она будет служить у вас от 5-10. И пока вы на него не уронитесь, что-нибудь или пока он вам не надоест, вы его не выроните из дома. Так, кресло. Сейчас подготовлю к осмотру. Так. Так, вот абсолютно. А, еще даже запах китайского автопрома. Петилучия. Бюрал-алюминиевое литье холмиком, выпухлое. Геометрически правильное. Без всяких искажений лучей. Так. Наша спинка. Так, спинка. Ну, все заклеено, все хорошо. Поэтому пакетик не вскрыть. Такая его сюда. Кресло, ну, шьется, чехол шьется вручную. Поэтому какие-то складочки, ну, типа такого, ну, в этих моделях, во всех моделях они допускаются. Потому что все делается вручную. Такого не допускается только в креслах Nobel CS. Потому что здесь минимизированный человеческий фактор. Делает все робот. От сварки, так и до чехлов. Поэтому здесь все зеркально, все одинаково, все без горбошки. Так, давайте посмотрим. Подушка есть. Валик под спиной есть. Сейчас тоже раскроем. Так, газлифт есть. Колеса есть. Инструкция. Это же и гарантийник с нашей печатью. Его обязательно хранить. Перчатки, пыльник. Мультиблок. Это гайка для регулировки режима качания. Настраивайте ее индивидуально дома. Ключи, декоративные накладки. Все здесь. Само сидение. Все, я его сейчас просмотрю, чтобы все было цело. Пластик был целый, не в деформированные подлокотники. А вы пока можете уже осваивать Яндекс.Такси грузовая, маленький кузов и заказывать. Мой номер телефона можно указать дополнительно, чтобы я получил смс, что машина пришла и вы видели свой заказ по телефону отслеживанию. Субтитры сделал DimaTorzok.